Чтобы было всегда всё хорошо и сбывались её мечты. Фамилии разные, семья одна. Сразу 10 ребят в этом доме называют Ольгу Шушлакову мамой. Ещё пятеро уже самостоятельные, живут отдельно. Двое своих плюс шестеро внуков. Все они сегодня решили позволить главной женщине своей жизни отдохнуть. Для многодетной мамы, пожалуй, лучший подарок – чистота в доме и никакой кухни. А лучший подарок, как известно, тот, что сделан своими руками. Мы поздравляем наших мам жем горячим приветом. Женское счастье – это когда есть семья, дети, когда тебя все любят, уважают. Это самое наше счастье. Поздравления сегодня принимают все женщины, девушки, девочки и бабушки страны. 8 марта – их законный праздник. Подарки, как говорится, по требованию. Но так отмечать Международный женский день в семье Градуша не собирались. Счастливый папа под окном родильного отделения, а довольная мама принимает двойные поздравления. Хотя ещё неизвестно, для кого из них Платон – больший подарок. К пополнению готовились, но что сын решит родиться в первые минуты женского праздника, даже не предполагали. Родные не знали, и я заранее не успела предупредить, что я вот уже рожаю. Я уже позвонила после того, как всё случилось, и сообщила папе, что он стал папой. Это такой подарок от сына, наверное, на 8 марта. Вот я очень и очень счастлива. Воспитывать настоящего мужчину, говорят счастливые родители, начнут прямо сегодня, 8 марта. А привить стальной характер не проблема, когда мама – инженер-атомщик. Вообще из пяти миллионов белорусских женщин с каждым годом всё больше тех, кто в целеустремлённости и силе духа даст фору любому мужчине. Политики, бизнесмены, экономисты и те, для кого входить в горящие избы – просто работа. Дежурная служба. Ничего с чем помочь? В праздник по форме сегодня встречают сразу четыре сотрудницы службы 101. Девушки признаются, конечно, хотели бы провести день в кругу семьи. Но унывать времени нет. Под контролем у этих прекрасных спасателей вся столица. Звонки чуть ли не каждую минуту, но настроение всё равно приподнятое. Ведь только в мужском коллективе можно в полной мере почувствовать себя настоящей женщиной. Наш коллектив, руководство, все поздравили нас с утра. Очень приятно. Мы рады. И суть и толк далеко не в подарках. Бывает, что элементарный звонок человеку намного важнее, чем те же купленные цветы, либо ещё что-то. Поэтому я желаю всем женщинам нашей столицы, нашей страны, чтобы те звонки, которых они, может быть, ждали долго, они обязательно сегодня прозвучали. История женского праздника берёт начало в 1908 году, когда в Нью-Йорке 15 тысяч девушек вышли на улицы с призывом о равноправии полов. Впрочем, вскоре дата утратила политическую окраску и стала просто праздником. И сегодня настоящий мужчина обязан найти время, чтобы сказать хотя бы несколько приятных слов. Даже если для этого придётся остановить дорожное движение. От гособственной инспекции Город Гомеля поздравляю с 8 марта. Спасибо. Вам сегодня самое наилучшего. Сегодня в Гомеле для автоледи никаких штрафов, только улыбки и цветы. Инспекторы ГАИ признаются – сплошная импровизация. И даже если девушка слегка нарушила, проявят лояльность. Сегодня женщинам прощать готовы практически всё. Сразу начинают теряться документы, а что я нарушил, а почему остановили. Ну тут сразу улыбка на лице, понимаешь, что сегодня 8 марта, начинаем дарить, встречать с улыбкой инспекторов ГАИ. Женская улыбка на дороге, говорят инспекторы, нередко становится причиной ДТП. Но сегодня даже помада на светофоре не повод для штрафа. Не бойся, не бойся, смотри. Смотри, видишь, косметик сольный. У лосенковых к женским штучкам приучают с малых лет. Поэтому в аквапарке у них своя программа. Всей семьёй решили испробовать косметический эффект поцелуя рыбок. Процедуры с тропическим «Гара Руфа» – это не только пилинг, но и просто хорошее настроение. Какой у нас рецепт красоты. Радоваться жизни. Кайфовать от того, что делаем. Ура! 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 С 8 марта! В день красоты и здоровья дамы пришли сюда не только, чтобы понижиться в джакузи, сделать гидромассаж и насладиться спа-процедурами. В программе «Большого девичника» катание с горок и мастер-класс по водной аэробике. И раз, два, три, четыре. Ещё! 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 Целый день мы на горках, мы активничаем, мы радуемся, мы передвигаемся из одной площадки в другую. По максимуму стараемся в этом дне видеть радость, видеть улыбки, видеть гармонию. Занятие акваэробика нужно себя приводить в форму к лету. Срочно, причём так в последние две недели. Как обычно. Уже времени осталось, поэтому мы решили за один день всё сделать. Именно за 8 марта. И как признаются сами женщины, каждое усилие на пути к абсолютной красоте ради любимого мужчины. И леди вправе рассчитывать на встречные шаги. Как добавить в праздничный вечер романтики? На этот вопрос в 21 веке сотни ответов. Один из популярных вариантов – ужин в темноте. Всё просто, глаза не видят, но вкус, блюд и чувств обостряются на 100%. Желающих так провести вечер 8 марта в несколько раз больше, чем свободных мест. Бронировать столик приходилось за несколько месяцев. Что касательно сегодняшнего 8 марта, мы сможем оценить только уже завтра, насколько это было. Если брать про прошедший праздник, например, 14 февраля, то у нас было 84 пары. Уже после Вячеслав признаётся – такой оригинальный вечер для любимой решил сделать на годовщину свадьбы. Дарья в восторге. Муж с подарком угадал. Было очень интересно, необычно. Не всё угадали мы из предложенных блюд. Сейчас были немножко удивлены. Самое сложное, наверное, было угадать, какой всё-таки напиток был – белое или красное вино. Мы угадали с мужем, но меня вкусовые ощущения подвели. Но, пожалуй, даже в кромешной тьме женщина ждёт, что вот-вот в руках любимого мужчины появится тот самый желанный подарок. В праздник в магазинах ажиотажа нет. Времени, чтобы как следует подготовиться было достаточно. Так что отговорка, мол, любимая не успел, сегодня не сработает. И пусть с милым рай даже в шалаше, но от достойного подарка ни одна женщина не откажется. И не только 8 марта. Игорь Тур, Александр Камович, Андрей Козел, Катерина Круталевич, Александр Радкевич, Елена Кукшинская и Максим Вечерков. Наши новости ОНТ.